добрый день мы продолжаем рассказывать вам как работает метод татьяны сахарчук и так мы с вами уже понимаем что если мы будем пользоваться своими ощущениями это навык его можно нарабатывать он всегда увеличивается мы можем влиять на свою моторную функцию это относится конкретно к мускулатуре которая к осознаваемой части то есть просто скелетной мускулатуре что для нас важно в следующем этапе а вот следующем этапе у нас возникает следующий пункт который уже отличает нашу работу от других направлений методов по осознанности да то есть которые работают с осознанными движениями вот во второй части мы работаем как раз с целевыми мышцами что значит целевая мышца это значит что я сознательно делаю сокращение в определенном участке и использую только те мышцы которые должны непосредственно выполнить это движение самый простой вариант я вам его сейчас покажу и самый сложный достаточно вариант когда мы ложимся на спину ноги согнуты в коленях стопы параллельно пятки на уровне седалищных бугров почему на уровне потому что если мы уведем сторону у нас бедренные кости повернуться внутрь если мы соберем ближе у нас бедренные кости повернуться наружу это создаст определенное преднатяжение и так самый простой вариант мне нужно включить прямую мышцу живота я знаю что она крепится у меня к зоне лобковой кости с двух сторон это две мышцы и она крепится у меня через мечевидный отросток с двух сторон до пятого ребра доходит значит сокращение мышц предполагает я могу сократить мышцы так что у меня сместится таз лобковая кость в сторону грудной клетки и так я выполняю упражнение осознанное упражнение целевым целевой мышцы прямой мышцы живота я начинаю делать движение я сокращаю мышцы у меня есть контроль рук потому что это на самом деле хорошо помогает почувствовать как смещается наше тело и начиная выполнять движение в сокращении в этот момент когда я выполняю движение если мое движение плавное значит фасции скользят относительно друг друга очень хорошо то есть у меня нету избыточного напряжения и натяжения это определенный показатель что у меня с мышцами я делаю это упражнение движение направляя часть прямой мышцы живота и у меня ничего не происходит с плечами у меня ничего не происходит шеи у меня не напрягаются ноги и не включаются тазобедренные суставы то есть это движение сделано за счет прямой мышцы живота это не значит что будет включаться только прямая мышца живота возможно будет подключаться поясничная мышца возможность частично будет включаться поперечная но не плечи не шея и не ноги где регион и где те мышцы которая подключается проверяем дальше мы поменяли положение перевели таз на свои подвздошные кости то есть мы частично включили мышцы и мне здесь необходимо приподнять ногу я начинаю медленное движение если я сделаю его быстро я не смогу почувствовать чем я сделал это движение я начинаю удерживая стабильность таза отрывать свою ногу и вот в этом подъеме у меня не должно быть движение грудной клетки не должно быть движение шеи не должно быть давление ногой в пол для стабилизации потому что это нога а мы работаем с регионом на уровне таза грудной клетки и у меня есть контрольный вариант я отпускаю ногу и полностью расслабляясь как капелька чувствую а все ли мышцы у меня расслабились или кто-то еще мне помогал часто в этом движении происходит движение смещение таза на подъем ноги происходит изменение внутри брюшного давления у меня подымается живот включается поясничная мышца когда мы работаем с целевыми мышцами мы создаем нервно-мышечные связи мы укрепляем улучшаем управление тех мышц которые должны выполнить это движение но если я выполняю движение в котором у меня включаются плечи напрягается нога смещается таз я все время тренирую нервно-мышечную связь которая это постоянно выполняет могу ли я сделать по-другому нет потому что нервная система работает только по тому варианту который вы ей предложите она не может сделать по-другому если вы все время делаете одинаково если вы например на для того чтобы сместить таз начинайте включать большие ягодичные мышцы да можно сделать это движение и большими ягодичными но можно сделать мышцами живота и вот здесь начинает работать первый пункт наше ощущение и понимание тела где движение какое движение и второй пункт в данном движении я включаю целевые мышцы и учусь отключать всю периферию для того чтобы именно эта группа мышц стала управляемой сильнее это второй пункт который отличает нашу работу с телом следствие следующем пункте мы поговорим на следующем уроке а